МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время подвести итоги очередной прошедшей недели. Рассказать есть о чём. В Санкт-Петербурге состоялась презентация столь важного для округа проекта Печора СПГ. Окружные пролицейские в очередной уже раз накрыли нелегальный игровой клуб, а городские власти пытались объяснить, почему за энергоудит всё же придётся платить самим жителям многоквартирных домов. В Красном скоро появится новый ФАП, а также новая школа. Но обо всём по порядку. В ближайшие 25 минут. Если уж наше государство, мы позволим людям приобрести лицензию на газовые и газоконденсатные месторождения, люди готовы вкладывать деньги, то почему бы нам не помочь им реализовать этот инвестиционный проект? Смелый замысел – грандиозный проект. В Санкт-Петербурге прошла презентация проекта Печора СПГ. Денис Суховаров расскажет подробности. В помещении сотрудникам полиции изъято 25 системных блоков и один платёжный терминал. В настоящее время сотрудникам полиции проводится проверка, в результате которого будет принято специальное решение. Опять доигрались надолго ли полиция, в который уже раз накрыл игровой клуб в центре Нарьинмара. Новое здание, может быть, какие-то кабинеты дополнительно откроют. Что ещё-то? Во-первых, там тесно, в старой больнице. Вот таки, может, площадь будет больше. От слов к делу, уже в этом году в Красном планируют построить обещанный ФАП. Есть площадка, специалисты и средства. Начнём, пожалуй, с главного события минувшей недели – государственное значение и важнейшие перспективы. Такие выводы были сделаны полномочным представителем президента России в Северо-Западном округе на совещании с губернатором НАУ Игорем Фёдоровым в Санкт-Петербурге, где обсуждался проект Печора СПГ. Уже известны сроки запуска крупнейшего в округе инвестпроекта, а также его экономическое и социальное значение для региона и страны в целом. Высокие доходы в бюджет всех уровней, газификация населённых пунктов, экономическое и социальное развитие, увеличение перевозок по Северному морскому пути. Такой впечатляющий результат должен принести округу и его жителям проект Печора СПГ. Как подчеркнул губернатор, сейчас он один из важнейших и приоритетных в Ненецком округе на ближайшие годы. Если уж наше государство, мы позволили людям приобрести лицензию на газовые и газоконденсатные месторождения, люди готовы вкладывать деньги, то почему бы нам не помочь им реализовать этот инвестиционный проект, потому что это развитие, это развитие арктической территории, это развитие посёлков, это инфраструктура, это новые рабочие места, это налоги, это элементарное шевеление. Этот проект уникален не только для округа, но и для всей России. Неудивительно, что пресс-конференция губернатора, а также владельца и директора компании Печора СПГ в Санкт-Петербурге вызвала большой интерес у репортеров. Производство и экспорт сжиженного газа в стране достаточно новое направление, а потому журналистов интересовало, что за уникальный комплекс будет построен в Ненецком округе и какие объемы газа он будет перерабатывать. У нас несколько вариантов по объему, это 2,6 миллиона тонн, 4 миллиона тонн и 8 миллионов тонн. Поэтому из всего этого многообразия вариантов мы должны определиться с одним, на который будет делаться проект, то, что называется во всем мире фит-стадия. Мы сегодня находимся в предпроектной части. Сейчас разработаны три варианта строительства завода по переработке газа. На земле, на воде и на гравитационном основании. Каждый из них должен оказаться экономически эффективным. К заводу будут вести трубопроводы с Кужминского и Коровинского месторождения общей длиной более 400 километров, а переработанный газ будет отгружаться на специальные танкеры газовоза класса Арк-4. Нами достаточно серьезно прорабатывается этот вопрос, потому что это одна из ключевых составляющих проекта. Нами ведутся переговоры и подписаны соответствующие соглашения с Объединенной судостроительной корпорацией. Кроме этого, мы ведем переговоры и подписаны соглашения с рядом зарубежных производителей. Как только будет окончательно определена схема реализации проекта, выбранная из тех предварительных вариантов, которые сегодня есть, мы сразу приступим к более детальной проработке и выработке окончательной концепции по транспорту. Всего на строительстве комплекса будет работать более 3,5 тысяч человек, а затем около 350 сотрудников станут постоянно обеспечивать его деятельность. Это поможет создать большое количество новых рабочих мест в Ненецком округе. Запасы только двух месторождений позволят функционировать заводу около 25 лет, а в перспективе к этому проекту планируется подключить и другие месторождения. У полпреда президента была проведена презентация проекта Печора СПГ. Уже определены предварительные сроки запуска комплекса. Они намечены на четвертый квартал 2018 года. Как подчеркнули в аппарате полномочного представителя президента, комплекс Печора СПГ настолько важен, что его планируется включить в список 47 важнейших проектов, которые утверждены правительством России в стратегии развития. Кроме того, несмотря на огромные затраты по его строительству, государственные деньги на его возведение не потребуются. Инвесторы готовы самостоятельно реализовать проект. Я считаю, что сегодняшнее совещание было очень полезным как для бизнеса, так и для нас. И хочу просто выразить благодарность губернатору Ненецкого автономного округа, Игоря Георгиевичу Федорову за то, что он стал инициатором этого проекта. И мне очень приятно осознавать, что очень профессионально подготовлена сегодня презентация. Думаю, у этого проекта есть большой успех. Для всех жителей Наву это серьезный плюс и серьезный шаг вперед в социальном развитии. Важнейшее значение в проекте Печора СПГ будет уделяться экологии региона. Уже проведены масштабные работы по очистке месторождения от мусора, изучено загрязнение почвы, растительности и воды. В 80-х годах прошлого века в этих местах был проведен подземный ядерный взрыв. Однако анализ проб уже показал, уровень радиации при разработке месторождений не должен превысить естественных значений. Кто заплатит за энергопаспорт? Многие горожане всерьез обеспокоены тем, что вскоре им придется заплатить за проведение энергетического обследования и составление энергопаспортов домов. В адрес губернатора и инициативные собственники жилья направили обращение с просьбой оплатить мероприятие из окружного бюджета. Проблемы обсудили на совещании в администрации округа. Людей волнуют два главных вопроса. Обязательно ли прохождение энергообследования в многоквартирных домах и кто должен за него платить? Специалисты отвечают согласно закону об энергосбережении. Да, энергообследование в некоторых случаях бывает добровольным, но оно обязательно для домов и организаций, где мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности финансировались за счет средств федерального бюджета или за счет бюджета субъекта и местного бюджета. Как раз обследование многоквартирных домов попадает под этот фонд. Почему? Дело в том, что 138 домов на территории города Наринмара участвовали в программах, финансируемых за счет фонда. Часть 3 статьи 15 закона 185 о фонде содействия реформированию ЖКХ установлена обязательность соблюдения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках адресных региональных программ, финансируемых за счет средства фонда. Значит, проводить энергообследование необходимо. Другой вопрос – кто должен за него платить? Авторы письма предлагают эти средства предусмотреть в многомиллиардном бюджете округа. Однако закон и здесь категоричен. Жилищный кодекс все мероприятия по энергоэффективности относят к обязанностям собственника. Единственная оговорка, которая позволяла провести энергоаудит за счет фонда, если эти мероприятия включены в программу. В нашем городе такая программа не разработана, а значит, бремя полностью ложится на плечи жильцов. На сегодняшний день по городу мы провели 88 собраний по 88 многоквартирных домов. И можно сказать, что 36 домов проголосовали за. А остальные против. На сегодняшний день отремонтировано за период 2009 по 2012 год 2484 квартиры. Из них муниципально всего 449. Согласны жильцы или нет, проводить энергообследование придется. И город, как собственник пятой части жилых помещений и многоквартирных домах, должен оплачивать лишь эту часть. Теперь о сроках. По закону энергообследование нужно было провести до конца прошлого года. А значит, речь идет уже о нарушении законодательства. И здесь возможны административные меры в отношении лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов. Все жилые дома, которые участвовали в 125-м федеральном законе, в капитальном ремонте за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ, обязаны разработать такие паспорта. Пройти обследование на энергоэффективность и разработать паспорта. Что касается цены вопроса, авторы письма называли цифры от 3 до 5 тысяч рублей. По словам представителей компании, осуществляющих в округе деятельность по энергетическому обследованию, стоимость данных работ не превышает 20 рублей за один квадратный метр площади многоквартирного дома. Хотя и эти данные предварительные. А значит, за стандартную двушку площадью 50 квадратов нужно будет заплатить примерно 1000 рублей. В Наринмаре выявлен подпольный игровой клуб в очередной раз. Уже не раз закрываемый полицейскими, он в очередной раз распахнул свои двери для всех желающих. Незаконные азартные игры на игровых автоматах проводились в самом центре города. Подробности у Дениса Суховарова. О том, что в этом здании находится подпольное казино, знают многие жители Наринмара. Вот здесь, за этой дверью, находится помещение с игровыми автоматами. Его полиция периодически закрывает из-за маяфсобородования, а уже через некоторое время подпольный игровой клуб открывается снова. В здании универсама игровой клуб работал еще когда игорный бизнес был официально разрешен в России. Затем азартные игры запретили, но только не для них. Организаторам этого подпольного заведения, видимо, и закон не закон. Оперативники здесь частые гости. Во время рейдов стража порядка находят помещение и специальное оборудование для азартных игр, обнаруживают и самих игроков. Например, что вы здесь делаете? А что вы здесь делаете? Я снимаю. Да, но все то же самое. Но я выйти могу. Я не помню, почему нет. Арестовались. Ну что ты умничаешь, а? Я не умничаю. Аллашек, выходите в помещение. Что ты меня пугаешь? Вот встань туда, я пугаю тебя. Не выйдешь за мной. И не выйдешь отсюда. Андрей посещает подпольные игровые клубы уже около полугода. Правда, попасть в такое заведение может далеко не каждый желающий. Система безопасности разработана достаточно четко. Когда открывается дверь, выходит так называемый администратор подпольного казино. Он проводит фейс-контроль. Если человека узнает, то пускает. Если же нет, то шансы поиграть в азартные игры минимальны. Кроме того, сверху установлены видеокамеры, по которым также можно определить своего посетителя. Там схема какая? Я звоню. Вот. За полчаса. Потом, когда подхожу, за 10 минут еще раз звоню. Вот. Там выходит мужик, открывает. Но там только для своих. Вот. Играю где-то полгода. Он последний раз проиграл зарплату. Вот. Проиграл отпускные. Кредит взял, проиграл. Дома, конечно, серьезные проблемы теперь. Такие примеры, когда из-за влечения азартными играми рушились семьи, совершались преступления, нередки. А потому отношение жителей на аренмара к игровому бизнесу резко негативное. Когда деньги приигрывают, молодежь приигрывает. Естественно, отрицательно. Я не одобряю это. Уходят большие суммы денег, которые могли бы пойти на благо дела. В детские дома, на гуманитарные помощи. Да и вообще в семьи. Это плохо. И что в нашем Ниньевском округе есть вот такой клуб. Сами игры сейчас устанавливаются на обычные компьютеры. В ходе последнего полицейского рейда это была программа Global Slots. Люди перечисляют деньги на счет через специальный платежный терминал. Примечательный факт. При установленном проценте отдачи призовых игр, который в официальных казино составляет не менее 96%, в подпольных заведениях администрация может его сделать минимально низким. Таким образом, шансы выиграть что-либо в таком игорном клубе сводятся к нулю. В помещении сотрудникам полиции изъято 25 системных блоков и один платежный терминал. В настоящее время сотрудникам полиции проводится проверка, в результате которого будет принято специальное решение. Азартные игры в помещении этого торгового комплекса пресекались несколько раз только в минувшем году. Однако далеко не факт, что после очередного рейда подпольный игровой клуб уже через несколько дней не заработает снова. Новая амбулатория для жителей поселка Красная Быть. Теперь это не просто красивый лозунг. На очередном заседании кружной администрации губернатор Игорь Федоров озвучил, что нефтяная компания «Башнефть» берет на себя все расходы по финансированию строительства этого социально значимого объекта. Приспособленное здание, куда красновцы привыкли обращаться за медицинской помощью, скоро станет частью поселковой истории. Старенькие стены в сильные морозы давно не удерживают тепло, а крохотные лечебные кабинеты не могут вместить все необходимое оборудование и медикаменты. Еще в сентябре поселковые власти обратились к губернатору. Красному нужна новая больница. Должна быть современная, отвечать всем требованиям, которые новейшие. Ну и естественно, чтобы удовлетворяло, нацеление. Надо и специалистов, а как же. Специалистов в КХ больнице. Новое здание, может быть, какие-то кабинеты дополнительно откроют. Что еще-то? Во-первых, там тесно, в старой больнице. Все-таки площадь будет больше. Татьяна Санникова работает в амбулатории 32 года. Ни одно поколение красновцев появилось на свет здоровыми благодаря ее профессионализму. В маленьком кабинетике акушерке приходится наблюдать будущих мамочек, назначать лечение, а иногда принимать роды и даже оперировать. Я буду очень рада, если будет у нас новая амбулатория. И будет очень здорово, если женская наша консультация будет вообще с отдельным ходом. И не только я, и будет очень рада женщине. Губернатор обещал держать ситуацию на контроле. Несмотря на проблемы с выделением участков под строительство, удобное место нашли. Начали готовить необходимые документы. Губернатор пошел навстречу, нашел спонсоров, как я понимаю. На прошлой неделе приезжал к нам представитель башнефти, осматривал здание. Пообещал в течение 2013 года начать и закончить строительство. В результате этого визита руководство нефтяной компании решило выделить деньги и средства на строительство социально значимого и такого долгожданного в Красном объекта. Приятно сообщить, что компания башнефт принято решение по строительству поселка Красная за свой счет в амбулаторию. Причем компания не только инвестирует денежные средства в строительство этой амбулатории, но и согласилась самостоятельно построить эту амбулаторию. По словам губернатора, у нефтяной компании есть не только деньги, необходимые для реализации проекта, но и люди, которые смогут построить больницу в короткие сроки. Так, по прогнозам, уже в конце этого года жители Красного будут приходить на прием к врачу в новое комфортабельное здание. В Красном ждут и новую школу. Прошлым летом основное здание снесли. Сейчас на ее месте готовится площадка под строительство. С подробностями наш корреспондент Александр Литкова. Старую школу в Красном разобрали еще летом. Рабочие на Ренмар-Строе снесли основную часть ветхого здания. Остальное разобрали сами жители поселка. Теперь на месте храма науки пустырь, а ребята учатся в пришкольном интернате и в здании начальной школы. Мы сейчас работаем в несколько приспособленных условиях, но цель благая, и она стоит этого. Кабинет информатики и лаборантская. Эти два кабинета имеют свой постоянный адрес. Остальным учителям-предметникам приходится путешествовать по свободным помещениям. Неудобно ни преподавателям, ни детям. Но можно потерпеть, тем более, что это временно. Обязательно, чтобы у каждого учителя был свой кабинет, хорошие лаборантские и хорошая пришкольная территория со спортивной площадкой, беговой дорожкой. Если строительство социально важного объекта будет проходить без проволочек, то шестиклассницы Соня и Лена уже через два года сядут за современные парты новенькой школы. Она должна быть высокая, просторная, большая, светлая, с лифтами. С лифтами, да, хотелось бы. Новая трехэтажная школа будет возведена на месте старого здания. Сейчас готовится площадка и вывозится мусор, чтобы уже летом начать строительство. Новая школа скоро появится и в селе Несь. Новостройку с нетерпением ждут и взрослые дети. Пока здание есть только на бумаге, но сельские власти уже выбрали место под строительство. Учебное заведение возведут рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Подробности в нашем материале. Новая просторная школа для 280 учеников. Обязательно из кирпича. Высокие светлые стены, большие окна. Школьники давно ее уже нарисовали в своем воображении. Мария Бобрикова, ученица 9 класса, мечтает, чтобы ветхое здание превратилось в роскошную школу, не хуже городской. Чтобы школа была катажной. Желательно, чтобы дом был бассейн. Родители нынешних учеников тоже ратуют за новое школьное здание. Правда, резоны у них немного другие. У меня ребенок учится в данный момент, вторую смену. Уже полгода проучились, очень дети устают. Как бы даже хотелось, чтобы, не знаю, как-то решали эту проблему, потому что, ну, детям неудобно учиться до 7 часов вечера, и там до 6, до 7, ребенок устает с тестами. Сейчас в школе обучаются 234 ученика. Маленькие кабинеты, крохотный спортзал. Большому селу нужна большая добротная школа. Не хватает кабинетов. Это первая проблема. Второе, у нас не хватает мастерских в школе, где бы учащиеся могли проходить в уроки труда. Правильно, мастерских таких, как бы оборудованных мастерских. Дальше у нас маленький спортзал. Размеры спортзала много. Нет актового зала в школе. Хотелось бы, чтобы при школе была еще и столовая. По словам главы администрации сельского совета Бориса Коткина, вопрос строительства новой школы находится на контроле окружного губернатора. В один из своих визитов в НЕСЬ Игорь Федоров осмотрел здание, пообщался с педагогическим коллективом и принял решение – школе в селе быть. Культура Нарьинмара в электронном формате. Рассказ о творчестве народного хора имени Вячеслава Имаи Смирновых, юбилейный концерт коллектива и многое другое на диске, который выпустил Дом культуры. Презентация медипродукта запланирована на ближайшее время, но нашему корреспонденту одной из первых удалось посмотреть, что содержит в себе новое издание. Сегодня руководитель хора вручает диск режиссеру фильма о коллективе. Несколько месяцев назад все происходило с точностью да наоборот. Готовый 40-минутный видеоматериал попал в Дом культуры. Над фильмом трудилась Мария Кравченко и часть коллектива нашей телерадиокомпании. Работа была очень интересная, работа была замечательная. Работали все с удовольствием – и операторы, и монтажеры, и редакторы. И все, кто не смог принять участие в работе, просто завидовали тем, кто работал над этими проектами. Но все еще впереди. Фильм посвящен жизни коллектива с 35-летней историей. Хор русской песни долгие годы сохраняет свои традиции. Их репертуар – хороводы, известные композиции и произведения Вячеслава Смирнова. Больше 10 лет он был концертмистером ансамбля. Возглавляла хор Майя Смирнова. После ухода из жизни супругов хор носит имя четы талантливых музыкантов. Сегодня новый руководитель обращается к современным стилям и формам работы, но терять самобытность коллектива не собирается. Я думаю, что наверняка придет то время, когда вот это творчество, народное творчество, в том числе хоровое, которое, в принципе, очень высоко ценится настоящими ценителями, оно будет востребовано. Помимо этого у нас своя аудитория. То есть те люди, которые любят нас слушать, которые получают удовольствие от прослушанных. Весь тираж дисков – всего тысяча штук. Продавать издания не планируют. Медиапродукция будет выполнять презентационную функцию. Часть экземпляров Дом культуры передаст населенные пункты, музей и библиотеку. Все желающие приобрести данный диск будут к нам подходить. Я еще раз повторяю, что он не будет продаваться. То есть по мере возможности для нас будет выделено определенное количество. Те, кого это интересует, те, кого интересует творчество Смирновых, безусловно, могут с ним ознакомиться и получить диск у нас здесь, в Доме культуры. В планах к 70-летию ДК – большой документальный фильм о деятельности одной из главных творческих площадок города. Это лишь в 2014 году. А уже в этом – съемки видеоклипов для вокальной группы «Овации». Ненецкий округ примет участие в 20-й международной выставке МИД-2013. Это крупнейшая в России туристическая площадка, где у каждого субъекта страны есть возможность заявить и себе, и своей продукции. Наш регион представят нам впервые. Сейчас в окружном управлении образования идет подготовка презентации нашего края и формируется делегация. Подробности в нашем материале. Ненецкий округ знаменит первозданной северной природой и древнейшими археологическими памятниками. Об этом будут рассказывать делегаты от нашего региона на международной выставке в Москве МИД-2013. Гостей выставки они познакомят с округом в целом. Расскажут об уникальном заповеднике Ненецке, термальном источнике Пым-Вашор, каньоне Большие Ворота и загадочном мире Каменного города. Наша задача на сегодняшний день – заявить о Ненецком автономном округе, как о регионе Российской Федерации, очень красивом, очень богатом, очень гостеприимном. И на сегодняшний день мы ждем гостей, мы ждем туристов как из других регионов страны, так и из других стран. Поэтому на выставке наша задача на сегодняшний день – заявить о себе. На выставке презентуют уникальный комплексный природный заказник «Вайгач». Остров в Северном Ледовитом океане на стыке Баренцево и Карского морей может стать привлекательным местом для любителей этнотуризма. Еще одна изюминка – Пустозерск, один из первых русских городов Заполярии. Сейчас на месте заброшенного городища и окрестных землях образован комплексный историко-природный музей. У нас есть хорошая составляющая историческая. То есть первый город за полярным кругом – Пустозерск. У нас есть сакральные Ненецкие места. То есть есть что показать, чем народ завлечь. Но мы хотим показать сейчас не что-то отдельно, а целиком представить регион. То есть впервые заявляется Ненецкий автономный округ как туристский привлекательный регион. На выставке делегаты постараются привлечь туроператоров, готовых работать с нашим регионом. Но в первую очередь необходимо заинтересовать самих потенциальных туристов. Туриста сейчас сюда привезти очень сложно. Поэтому, если вы заметили, даже то, что мы можем представить в виде чумов, предположим, вот здесь на территории округа, это все-таки посещение не туристам, которых достал там своих 30 или 40 тысяч рублей из кармана. Это гости, это командировочные. Задача же этой выставки – это привлечь сюда действительно тех туристов, которые не испугаются холода, не испугаются Арктики. Презентацию округа постараются сделать максимально необычной в планах разработка интерактивной карты. Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с видеопрезентацией АНАО и календарем событий округа. Такое запомнилась эта неделя. Корреспондентам телеканала «Северо-Туги» следующих, как обычно, в воскресенье. Будет интересно. Много полезного и важного и на нашем сайте трксевер.ру Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин